Двор обихожен и дом в порядке В рубрике «Управляйка» выходящий при поддержке компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск» и я ее ведущая Наталья Бернацкая. А вот этот дом, понимаете, нас вот взбодрил, что мы тоже хотим так, чтобы было все сделано. Вы посмотрите у нас, что делается. Вот это что? Вот это что, если пройтись по всему дому? Это же непорядок, правильно? Мы платим деньги за это. Понимаете, надо отрабатывать эти все эти вещи. Дорога во дворе одно название, крыша дома разваливается. А значит, коммунальщики едят свой хлеб зазря, считает Алла Васильевна. О том, что обслуживающую фирму необходимо срочно менять, она заявляла соседям не раз. И убеждала директора ВК, лишь пустые разговоры водит. Вот только прислушаться к пенсионерке совет дома так и не желает. Меня Молин устраивает. А в отличие что устраивает? Меня устраивает он по работе с домом. Нет, так жильцы дома. А что жильцы? Жильцы мне ничего не говорят. Единственное, только сказали вы. Вот вы убираете на это, вы сказали. Потому что все, Зоя Васильевна, не хотят трепать нервы. Я прямо вам скажу. Согласных с такой точкой зрения, в доме всего несколько человек, заверяет старшая. Остальные понимают. Тотальные переделки двора и дома вне полномочий обслуживающей фирмы. Зато последняя отремонтировала все подъезды и сменила в них окна. И это безо всяких там поборов за счет накопительной части тарифа. А крышу им восстановят городские власти. Ведь выяснилось, что еще 30 лет назад здание на Пионерской 155 приняли с многочисленными нарушениями. Крыша, она не протекает, она разваливается. Почему? Потому что при строительстве были допущены грубые нарушения и стропильная конструкция сделана неправильно. Поэтому здесь, как говорится, дорогостоящий ремонт будет по крыше, который собственники самостоятельно не смогли бы решить. Похожая ситуация и с дорогой. Просто восстановить полотно – мера явно недостаточная. Чтобы пятиэтажку перестало топить, во дворе следует провести водоотводы, а проезжую часть поднять сразу на несколько сантиметров. Общая стоимость переделки плюс затраты на кровлю – около 14 миллионов рублей. Потратить их в администрации обещали уже этой осенью. Времени до ремонта всего ничего. Но некоторые, похоже, его так и проведут. Выясняя, подходит дому конкретная управляйка или нет. Подвалы тут вообще, я не знаю, убираются, приезжают убирать территорию. Деньги мы платим, как сказать, все добросовестно. Но это все не выполняется. Не выполняется. Он выполняет все работы. По моим заявкам работает. Накопительную часть он отрабатывает. Все работает он нормально. Меня он устраивает лично. Я вот разговариваю с другими, из других компаний, вот. И у меня желания нет куда-то перейти в другую компанию. Как разделить лицевые счета по оплате коммунальных услуг, если квартира поделена на доли? Такой вопрос поступил в нашу редакцию сразу от двух благовещенцев пенсионного возраста. Владельцам доли необходимо обратиться в РКЦ с целым списком документов. Записывайте. Каждый из собственников жилплощади в квартире должен предоставить свидетельство о государственной регистрации на свою долю и свидетельство о выделении доли в натуре. Эти два документа выдают органы юстиции. При себе также стоит иметь написанное заявление о разделении счетов с приложенными к нему справками о перерегистрации граждан. Документами, подтверждающими прописку в конкретных комнатах. Это может быть документ из многофункционального центра или копия паспорта. Также коммунальщики запросят акты проверки состояния индивидуальных приборов учета. Электросчетчики проверяют электросети, завода счетчики отвечают водоканал. И, наконец, собственникам следует погасить всю задолженность по коммуналке. Если же долг напротив слишком большой и именно поэтому жильцы хотят поделить счет, сначала следует обратиться в отдел по работе с дебиторской задолженностью. Он в кабинете номер два. Документы на раздел счетов следует подавать в кабинет номер один. Там же дают консультации по такому непростому делу, как разделение лицевого счета. Вернемся к общедомовым конфликтам. Если я не согласен с действиями старшей и совета дома в целом, как могу оспорить их решение? Наболевший для себя вопрос задал Геннадий Драков. Если гражданин, собственник помещения многоквартирного жилого дома не согласен с работой старшего дома или совета дома, он имеет право быть инициатором общего собрания многоквартирного жилого дома, в повестку дня которого может быть включен вопрос о смене старшего дома и переизбирании всего совета дома. На этом у меня все. Стать героем следующего выпуска можно, позвонив по номеру 773-445. Этот, выходящий при поддержке компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск» подошел к концу. До свидания и коммунальных вам благ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова